И всем привет, ребят, с Мастер Вайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы обсудим тему саботажей, помех в команде, с которыми я столкнулся уже на протяжении, получается, где-то трёх, может быть, четырёх, может быть, даже больше дней. Окей, появилось животное, другими словами, я, в принципе, не знаю, как говорить, и на сегодняшний момент времени всё-таки я решил, что стоит уделить этой теме внимание, записать по этому поводу видеоролик, потому что, как я понимаю, на сегодняшний день эти игроки остаются абсолютно безнаказанными в связи с теми правилами, которые есть на сегодняшний день в нашей игре. Ну и покажу вам фрагмент боя, с которым я столкнулся и с которым я сталкиваюсь ежедневно, когда запускаю стримы, когда играю в нашу замечательную игру. Ну а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно забывайте поддерживать данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов, до этого настройка игры в аккаунте, устроить ему личный так-тактимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего фрагмента, кто, ребяточки, смотрит стримы, тот, в принципе, видел уже, что происходит. Для тех, кто не видел, я специально вырезал фрагмент вчерашнего стрима, где на протяжении всего боя вот такой вот человек, которого вы видите на своих экранах, кристалл, кристалл животный, что-то в этом духе у него по никнейму, на протяжении всей катки просто занимается помехой, саботажем и абсолютно не играет в игру, а все, что он пытается сделать, это на протяжении всего боя привлечь свое внимание, наверное, да, и саботажит, да. При подаче жалобе, в целом, наверное, из 5 или 6 жалоб, пришел модератор только один раз, да, и один раз его кикнули с боя. Но, как я понимаю, сейчас за помеху и за саботаж в матчмейкинге максимум, что делают, это кикают с катки, при том, что его уже кикали, ну, наверное, раза 2-3, да, и человек продолжает всем этим же самым заниматься, соответственно, я понимаю, что это все дело остается абсолютно безнаказанно, да, то есть за это на сегодняшний момент времени ничего не делают, то есть не банят аккаунты, то есть чилы могут просто в нагляк сидеть, саботажить, мешать мне, да, и при этом их даже не банят, их просто не банят, да, то есть если появился вот такой вот один чил, который мне мешает, саботажит, да, то в будущем может появиться таких 5 человек, и они будут просто ездить и мешать? По такой логике так это работает? Для меня, если честно, абсолютно непонятно, почему до сих пор вот за такие темы не блокируют, да, не банят, и вообще, если честно, раньше у нас за саботаж блокировки аккаунтов давали, то есть, например, сначала там первая блокировка условно на час, потом день, потом неделя и так далее, да, а если учитывать тот факт, что этот чел уже саботажит на протяжении, ну, недели несколько, да, и занимается вот такой же самой темой на постоянной основе, то у него бы уже на сегодняшний момент времени по старым правилам, которые были, например, в про-битвах, ой, в про-битвах, ну, в обычных битвах, да, когда там за саботаж улетали аккаунты, у него бы уже где-то должен был бы быть, ну, минимум, наверное, блок на месяц, ака, минимум блок на месяц, так как игрок абсолютно не играет в игру, да, то есть весь бой, все, что он старается делать, это помешать, то есть привлечь внимание, помешать, просаботажить и делает полностью абсолютную помеху, да, вы скажете мне, почему я не записываю видосы и не отправляю их на форум, да, есть в игре функция, которая называется подача жалобы, и с этой подачей жалобы у нас должен приходить виолатор, модератор, ну, тот человек, который должен, как говорится, решать эту проблему, да, да, в теории я мог бы взять, записать видеоролик, отправить это все дело, но, по сути, как я уже сказал, из того, что я видел, да, на сегодняшний момент времени, если человек занимается таким делом уже на протяжении столь длительного периода времени, и я, ну, по сути, что делаю? Подаю жалобу ежедневный бой, да, то есть ежедневный бой, чел получает жалобу, и все, что с ним происходит, это его кикают, и в следующую же катку он опять запикивается и опять продолжает саботажить. Почему это работает так? Почему сейчас в матчмейкинге не банят саботажников? То есть у нас в штурме, когда в штурме там были саботажи, когда там тимились типы, чтобы быстро делать досрочки, что с ними делали? Правильно, им давали бан за саботаж. Здесь, ну, это прямой саботаж, прямой саботаж, то есть чел занимается полной саботажней, во-первых, он не бьет противника, он не помогает команде, так он еще при этом всем раскладе мультит и занимается помехой, да, то есть это, по сути, даже еще больше нарушения, и за это еще большее нарушение, максимально, что я видел, что получает этот игрок, это кик сбоя. Почему я уверен, что это кик сбоя только? Потому что чел запикивается в следующую же катку, если бы у него был бы блок, да, если бы его блокировали за саботаж и за помеху, то он бы не мог запикаться в следующую катку со мной. Правильно? Правильно. Соответственно, игрок остается безнаказан на протяжении столь длительного периода времени, и это все выглядит таким образом, что если вот сейчас, например, один чел таким занимается, то, например, те ребята, которые хотят такой же ерундой заниматься, они смогут так же запикиваться, и будет там таких челов уже не один, а пять штук, которые будут просто саботажить и при этом получать только кик с катки, да, то есть абсолютно безнаказанно. Получается так. Так, в моем понимании, это вообще абсолютно непонятная вещь, которая должна фикситься, и по старым меркам, ну, как минимум, у него уже аккаунт должен был быть заблокирован на какой-то период времени, да, и, ну, у меня пока вопросы, у меня только вопросы остаются. Почему это так работает, и почему челы могут вообще, в принципе, заниматься такими вещами в матчмейкинге? Да, чем матчмейкинг отличается от про-битвы? Я когда-то разбирал правила обновленные с банами за саботаж, за помеху, да, и, если я не ошибаюсь, то там как раз-таки был пункт правил, то, что в матчмейкинге сейчас просто кикают игрока. И вообще, если честно, если не ошибаюсь, у нас тоже были там обновления, когда хотели добавить возможные дополнительные функции, там, тем, кто делает контент в игре, то есть там стримерам условно, если честно, лучше бы мне дали бы просто возможность вот таких вот животных блокировать, я бы уже бы просто унес бы пачки вот таких вот типов, которые, ну, все, что делают, все, что делают, это только мешают играть в игру. То есть, если он думает, что он мешает только мне, он, по сути, мешает каждой команде, за которую он играет, да, помимо меня. Ну и занимается прямым саботажем боя. То есть, это я просто вырезал одну из каток. Если вы думаете, что мне там условно это сильно мешает, ну, нет, я, в принципе, играю-то в игру уже не первый день, как говорится, и повидал я много чего, но просто сам факт того, что это работает и работает безнаказанно, меня очень сильно удивил. И, честно, я не понимаю, почему на сегодняшний момент времени такой игрок с жалобами, да, с киками с каток до сих пор не заблокирован. И их не блокируют. Вот этот вопрос мне очень сильно интересует. Ну, а помеха или не помеха мне, лично я уже, как говорю, с таким опытом в игре повидал очень много, и поэтому говорить, что, типа, мне там это очень сильно мешает, ну, наверное, нет. Наверное, я и так привык к этому всему делу. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Пишите свое мнение. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok